Терпение и труд предметный план от пыли ототрут, а внимательность и усидчивость помогут сделать это как можно лучше. В Севастопольской диораме работают специалисты из Москвы, сотрудники Всероссийского научно-реставрационного центра имени академика Грабаря. Сейчас они приводят в порядок художественные вставки предметного плана, то есть картины, которые в него вмонтированы. После Нового года начнутся работы на полотне. С его поверхности также удалят загрязнения. При необходимости восстановят поврежденный красочный слой. Где-то уже краски там выцвелили, чтобы не было ярко выраженного перехода от натуры к живописи, как мы говорим. Ну и затем уже тоже покрытие специальными лаками. К открытию готовят и музейные залы, где посетители смогут познакомиться с экспозицией. Вот так сейчас выглядит основной экспозиционный зал, когда закончатся все подготовительные работы. Вдоль стен разместятся современные витрины. Их уже везут из Москвы, где и изготавливали. А еще появится современное мультимедийное оборудование. Например, на этом месте будет проекция карты Крымского полуострова. Сама экспозиция тоже обновится, но посвящена будет по-прежнему обороне и освобождению Севастополя. Гостям покажут фотографии, документы, личные вещи и награды защитников города, а также трофеи, в том числе привезенные в мае 45-го из Германии. Место среди других предметов займут и уникальные находки, обнаруженные совсем недавно. Когда начали работать наши реставраторы из центра Грабаря, под предметным планом диорама, были найдены некоторые предметы, опять-таки принадлежавшие художникам студии имени Грекова. Небольшая картина, на которой запечатлена диорама в лесах, строящиеся ее здания, обрывок билета в диораму, который стоил 5 копеек. В следующем году мы как раз решаем вопросы с тем, чтобы тоже показать их посетителю. В прошлом году отреставрировали здания диорамы, обновили инженерное оборудование, систему вентиляции и отопления. Таких масштабных работ, по словам сотрудников музея, не проводили никогда. Завершить их планируют к маю 2023-го, чтобы обновленная диорама на Сапунгаре стала подарком для Севастополя к Дню Великой Победы. Анастасия Синица, Дмитрий Сидоренко, Новости Севастополя.